Приветствую вас и первая проблема, которая сейчас у вас есть, это проблема, безусловно, утраты близкого человека. И индивид, надо сказать так, что сама по себе эта боль свидетельствует о том, что человек, который ушел, был вам дорогим. Человек, которого не стало, был для вас всем очень важным, очень дорогим, близким и любимым. И боль, это подтверждение того, что он, этот человек, живет вместе с вами, живет рядом с вами, продолжает с вами быть. Слушай, мама, как вы и пишете, тяжело болела, и для нее последние ее годы были страдания. Поэтому, переселить удраду маму, удраду маму, можно через несколько путей. Первый путь, если вы верующий человек, то воспринимать это нужно как переход вашего родителя в более светлый мир, в более чистый мир, в более идеальный мир, в мире, где нет боли, в мире, где нет болезни, в мире, где она вновь будет молодой, здоровой, сильной и так далее. И в этом мире, ваша мама смотрит на вас. Она продолжает наблюдать за вами, продолжает любить вас и продолжает разговаривать с вами, давить любовь, заботу и свет до тех пор, пока находится в вашем сердце. Пока она живет там, она всегда будет рядом с вами, она всегда будет вам помогать, она всегда будет вас беречь, она всегда будет о вас заботиться. Почему? Потому что вы знали ее, знали ее всю жизнь, всю свою жизнь. Вы были близки и чувствовали друг друга, а значит, она осталась жива. Осталась жива до тех пор, пока вы ее помните, и в вас она с вами продолжит разговаривать. В вас она снова продолжит делиться всем тем светом и любовью, которым она делилась, когда была жива. Поэтому вы не утрастили вашу маму. Просто она ушла. Она вышла в другом беде, но ее душа осталась с вами, и она будет с вами до конца уже вашей жизни. Через вас она будет жить. Но боль, боль, конечно, останется. Боль будет. Боль будет с вами еще довольно долго, потому что потеря любимого человека, это всегда очень сильное переживание. Это изменение вашей привычной жизни, это изменение вашего эмоционального выражения, это изменение чувственного фону. То есть слишком сильное происходит изменение в жизни человека, когда он теряет маму. И поэтому нужно вам сказать так, что для того, чтобы боль ушла, для того, чтобы боль притихла, нужно понять. Вот вы находили себя в маме, в чем? Вы удивились ничего, вы что-то рассказывали ей, вы говорили, вы обсуждали, вы выражали свои эмоции с ней, и этого сейчас у вас нет. И вот, чтобы боль снизить на столько, насколько это возможно, вам можно и нужно найти объект, которому вы могли бы довериться так же, как своей маме. Возможно, это будет ее образ у вас сознания. То есть вы как бы сами с собой будете о ней говорить. Возможно, вы другим людям будете говорить то, что говорили ваши мамы. Но следует понимать, что, во-первых, искать замену вашей маме не стоит и нельзя. Потому что только она, ваша мама, только она дарила вам то, что могла подарить лишь она. И ценность этого как раз таки в том, что кроме нее больше никто вам этого не даст. Поэтому не стоит искать замену, не стоит искать выход тем эмоций, которые вы выражали в какой форме, как вы делали это маме. Теперь эмоции будут выражаться по-другому. А так как вы делали это маме, больше не будет ни с кем. И в этом и заключается уникальность вашего родителя в том, что вы только с ним могли быть с собой, как дочерью. Только с ним. Поэтому здесь есть такая двоякая ситуация, когда с одной стороны вам нужно и можно отчасти восполнять то, что вы получали то, чего вы достигали, добивались, то, что вы реализовывали с мамой. Но с другой стороны всегда понимать, что другой мамы, второй у вас не будет. И никто вам ее не заменит. И это хорошо. Если вы человек неверующий, то тогда нужно сказать так. Что ваша мама прожила долгую жизнь. И вы всегда были с ней. Вы всегда были с ней близки. Вы давали ей все, что могли дать. И она давала вам все, что могла дать тоже. Никого вечного нет. И вашей маме пришла, пора уходить. Теперь у вас цель. Цель. Значит. Перенастроить себя. Переориентировать себя с мамой на своих близких. Потому что близкие также нуждаются в вашей любви, в вашей заботе и так далее. А маму вы просто помните. Вы помните ее, не забывайте ни за секунду. И тогда в ваших воспоминаниях она будет жива. И вы сможете обратиться к ней, к ее образу, который будет жить в вашем знании. И с ним говорить на темы, которые вас волнуют. Потому что я уверен, вы знаете, как она ответит на все ваши вопросы. Уверен, вы знаете, как она ответит на все ваши переживания. С другой стороны, вам сейчас нельзя быть одной. Вам сейчас нужно быть постоянно с кем-нибудь. Постоянно чем-то заниматься. Постоянно что-то делать, дабы не замыкаться в себе. И не, собственно говоря, погрязать в этой боли, в этом отчаянии. Еще нужно понять, что боль в данном случае это жизнь. То есть у вас были чувства к вам и чувства истинные. И боль нужно воспринимать как положительность. Как проявление того, что вы действительно этого человека ценили и любили. Но она умерла не трагично, как я понял. Она умерла от болезни. Ей было и так уже очень много лет. Она не получала никакого удовольствия от жизни. Она мучилась. И это с ней произошло. Это просто она перестала мучиться. Она перестала чувствовать боль. Она перестала чувствовать дискомфорт. Теперь она ничего этого не чувствует. И это, если вы маму любите, для вас будет облегчением. И у нее сейчас какое угодно состояние, но точно не боль. Точно не страдание. Точно не ощущение собственной беспомощности и так далее. Уверен, вам это сможет помочь пережить от боже утрата. Но, прошу заметить, что нет никаких слов, которые могли бы именно боль уменьшить. Потому что боль, она и не должна уничтожаться. Вам нужно чувствовать эту боль, потому что это действительно сильная потеря. И боль уйдет тогда, когда ее созденуете. Со временем. Но она даже не уйдет. Она просто трансформируется во что-то другое. Тоска по маме будет вам очень долго с вами жить. Возможно, даже всю жизнь, если вы с ней были очень близки. Эта тоска станет частью вас. И это нормально. Как мы никогда не можем забыть человека, которого вы очень сильно любили и с которым были в очень близких отношениях. Если мы его забыли, значит предали. Так что не стоит бороться с болью. Но не пропустите ее через себя. Нужно позволить ей быть с вами. И тогда она превратится в вашу силу. Тогда она превратится в вашу более выраженную полноту личности. Я думаю, именно так. Именно так. Теперь, что касается второй части проблемы. Это проблема свекрови. Вам кажется, что свекровь, она... Как бы это сказать. Она... Оскверняет то, что было при жизни вашей мамы. То есть она просто берет и использует то, что ей не принадлежит. Она абсолютно не думает ни о вашей маме, ни о... Она думает только о себе. И ведет себя хозяйкой, значит, в сезон, в общем-то, ей дом. И вся проблема в том, что свекровь-то, она ведь не менялась. Она изначально была такой. Она не общалась с мамой. Ни разу не договорилась с ней. И тогда... У нее такая позиция была изначально. И то, что свекровь делает сейчас, для нее это нормально. Лично для нее это нормально. Но вы совершенно не обязаны это терпеть. То есть, если вам не нравится, как она ведет себя в доме, если вас не устраивает, как ее поведение, ее характер, то, соответственно, если это не ее дом, то возникает вопрос, почему вы привезли ее туда? Почему вы допустили проживание ее с вашей мамой? Что заставило вас это сделать? И стоили ли в того обстоятельства? То есть, сопоставимы ли мы обстоятельства, по которым вы привезли свекровь в дом мамы, с тем, как она себя ведет? На этот вопрос постарайтесь задавить. Если обстоятельства изменились, и вы можете свекровь обратно, например, привезти из дома мамы, сделайте это. Если нет, то попытайтесь удерживать в своем сознании, для чего вы это сделали. И понимать, также нужно понимать, еще раз, свекровь в объективном понимании не виновата. Она не меняла своего поведения. Вот если бы она изначально вела себя хорошо, а потом вдруг внезапно стала насти себя плохо, тогда да, можно было с ней предъявить какие-то претензии. Но сейчас она просто продолжает свою линию поведения. и предъявлять к ней что-то означает нарваться на логичный вопрос. А что, я всегда так делала, я всегда так себя вела, и почему раньше вас устраивало, а спеть нет. И вы сами, наверное, видели, что она ведет себя высокомерно, отчужденно, вы сами видели, что она пытается завладить местом, где живет. И тем не менее, только сейчас, после смерти вашей мамы, вас это задевает. И вот возникает тогда вопрос, почему вас это задевает? Потому что она не оставила капельку маминого процесса. Она все заняла. То есть вы боитесь, что такое победительство крови уничтожит всю вашу память о вашей маме. Но в действительности ваша мама живет не в вещах, не в квартире, не в привязке к какому-либо месту. Ваша мама, как мы уже сказали, живет в вашем сердце, в вашем сознании, в вашей душе. С поганой живота она не уйдет, не умрет, не исчезнет. Она будет сладой. А пространство все это в мир материальных вещей, на чем собственно и засыклена свекровь. Подумайте, счастлива ли она, если не разговаривает, если ревнует, если не испытывает застрадания к нашей маме, к человеку? Счастлива ли она? Нет. А счастлив не человек, если его волнует только материально. Счастлив не человек, который стремится занять не принадлежащее ему. Нет. Такой человек не счастлив. Такой человек имеет черную дыру в своем сердце своей душа и отчаянно пытается эту черную дыру чем-то запомнить. Например, материальный благ. Например, пространство, которое ей ничего не даст, ведь у нее внутри самой у свекрови есть проблемы, есть противоречия. У нее внутри самой есть генератор негативных эмоций, которые она отчаянно пытается заглушить всеми доступными способами. Думая, что не общаясь с вашей мамой, а получиться распоряжение дом, она сможет стать счастливее. Но в действительности счастливее она не станет. Она никогда не станет счастлива, потому что материальными тенденциями счастливым стать нельзя. Но она этого не понимает. И в этом ее учебность, в этом ее несчастье, в этом ее жало. в этом ее жалко, можно сказать. То есть она выглядит жалко. И вам нужно не злиться на смеку, а осознать это все, понять и пожалеть. Насколько ничтозными являются ее поведения, ее стремления, ее цели, насколько ничтозными являются ее ценности, по сравнению с тем, что было у вас и у вашей мамы, по сравнению с тем, как вы были близки, как и у вас были чувства, насколько все это ничтожно. Пожелите свою секунду крови, посмотрите на нее с высоты того опыта, той любви, той заботы, тому свету, что дарила вам ваша мама, и спросите себя обмите с ней свою маму, достойны ли вы обмите с вами и вашей мамы, которая теперь живет в вас, достойны ли вы того, чтобы тратить свою энергию, однажды и энергию вашей мамы, на такого недальновидного, такого жалкого, такого мелочного, меркантильного человека, спросите себя честно, спросите себя без обмана, и я уверен, ответ будет правильным, такой ответ, который вам понравится и вас устроит. В заключении мне хочется сказать, что вы свою маму не потеряли, не тогда, когда она ушла из жизни, не тогда, когда она перестала напоминать вам про страшную квартиру, и не тогда, когда не тогда, когда там поселилась рекрус, на самом деле, на самом деле, она жива рядом с вами, она жива в вас, никогда не забывайте этого, и, берега, относитесь единственным по-настоящему ценным, что есть у вас, и это поспать, это образ мамы, который у вас есть. Я желаю вам удачи, я желаю вам терпения, я желаю вам сил, я желаю вам счастья, внутренней гармонии, тепла, радости и надежды, надежды на то, что все будет хорошо, и так, как вы того хотите, и так, как вы того достойны, а чтобы окончательно быть с вашей, а чтобы окончательно понимать, что ваша мама живет в вас, чтобы никогда не бояться ее потерять, будьте той, кем она хотела вас видеть, будьте той, кем она хотела, чтобы вы были, и тем самым, тем самым вы продлите ей жизнь, но жизнь уже в вас. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен если сделаете его лучшим.